Добрый вечер, уважаемые гости, всех, кто сюда пришел, спасибо вам большое за коятный интерес к данной теме. Сегодня в правах проекта «Азбуто-Чапаевский» мы пригласили сотрудников музея истории Екатеринбурга Степана Чернокупова провести лекцию и рассказать нам про один из отдаленнейших районов, это поселок Чапаевский. Прежде чем перейти к данной лекции, на которую мы вас пригласили и потом подарить вам подарки, мы хотели бы немного, чуть-чуть, буквально несколько слов, сказать вам о самом проекте, что же это за проект «Азбуто-Чапаевского» и какой конечный продукт. Для этого я хотела бы пригласить сюда на пару, так сказать, слов руководителя проекта «Азбуто-Чапаевского», членов ТОСа «Чапаевский» Борошнок Андрей Михайлович. Пожалуйста, расскажите нашу позицию. Здравствуйте. Даже трехчасовую речь, можно узнать слова не буду краток. Это же наша фишка. Но я постараюсь коротко. Проект бы не состоялся, если бы не президент библиотеки, директор библиотеки номер 25 Инна Владимировна Голоденко и если бы не моя жена, которая является председателем Совета ТОС, Чапаевский, им пришла в голову идея узнать побольше о месте, в котором мы живем. Потому что единственная ассоциация была с нашим районом – это Агофровские дачи. Агофровские дачи – это? Это Сильманье, да. Садитесь. Нет, вы очень правильно сказали, что как-то объясняешь, да, начинаешь объяснять, где ты живешь. А, это там, где все больницы. Но у нас еще прекрасный район. У нас есть климаторий. У нас есть туб санаторий. То есть база – прекрасный район. И есть еще морская база, реальная морская база. Вы знаете до ближайшего моря сроки. Но база реальная и морская. И благодаря идейным людям мы захотели создать такой проект, в котором мы смогли осветить 33 объекта или человека, известных в нашем районе. Это оказалось невыполнимой задачей, потому что, кстати, мы сделали опрос у местного населения, спрашиваем, что вы знаете про наш район. Вот как великий русский поэт – пушкин, да, птица – курица домашняя, а фрукт – яблоко. Это 93% так отвечают. Они отвечали Агофоровские дачи и психологи. Все, ничего больше. Но когда мы начали изучать, мы открыли очень интересные истории. Нам давали интервью очевидцев событий тех лет. Конечно, каждый очевидец сочиняет по-своему. Но какой-то вообще арифметичный средний у темнотур по больнице мы вычислили. И это достойно отдельной книги. То есть мы не будем сейчас вам пересказывать все мемуары. Я надеюсь, уступанно. Мы договаривались. Но это все будет следующий проект. Но уже сейчас есть азбука Чапаевского, где на каждую руку алфавитата есть какой-то либо объект, либо интересный человек. И есть также экскурсионные маршруты. Мы создали три экскурсионных маршрута. Самый большой еще никто не прошел. Моги вообще. А, только художница, только художница смогла пройти, чтобы все это зарисовать. То есть это целый комплекс мероприятий, направленных на изменение имиджа района. Потому что был такой певец в том, не лето, он сейчас есть. Он сказал, любимый, но котелой району. Не только пить настало вообще. Напоследок там уже ближайший такой скифский выстрел такой, наборачиваясь. Семь лет там прожил и так обозвал. Вот захотелось изменить этот имидж. К нам приезжали люди на экскурсии из других концов города. И очень интересно было всем узнать, какие там есть истории. Надеюсь, сейчас Степан вас еще глубже погрузит именно в историческую часть. Кто досидит до конца, его зажигательные речи. Да, обещанный подарок. Все, спасибо большое. Вопросы по сотрудничеству, то есть в процессе мы наработали достаточно интересные методики по добыче информации и так далее. Обращайтесь. Вот, Крикина Александровна, и на улице ко мне можно обращаться. Мы с удовольствием поделимся, как это можно сделать, такой проект. Все. Вначале я планирую рассказать об истории местности, в которой расположен микрорайон Чапаевский, а затем об истории развития микрорайона Чапаевский после его создания в 1930 году. Итак, начнем. Через весь микрорайон Чапаевский проходит улица Сибирский тракт. Это основная трасса, связывающая микрорайон с центром Екатеринбурга. Сибирский тракт начал формироваться в конце 16 века. В 1570 году Ермак шел завоевывать Сибирь, и именно с присоединением Сибири начинается формирование дороги. Конечно, дорога имела иной вид и состояла из булоков переправ пеших тропинок. В конце 17 века с налаживанием экономических отношений с Китаем появилась возможность направлять купеческие обозы и караваны. Обозы тянулись день и ночь. Изначально появилась южная ветка. Дорога шла из Москвы через стечку Верхотурья и далее спускалась на юг Тобольск. Екатерина II внесла большой вклад в обустройство дороги. Так как дорога имела функцию почтовой дороги, через каждые 25-30 километров, были установлены почтовые станции. Здесь можно было поменять лошадей. Ранее доведение этой системы письма из Центра России в Сибирь отправлялись раз в 4 месяца, а после сначала раз в неделю и даже раз в 3-4 дня. По указу Александра I, ширина дороги на всем протяжении должна была составлять 10-15 метров, плюс еще 10 метров по краям, чтобы осушать полотно. И само полотно должно было быть богатым по своей форме. И уже после канавтов высаживались березы. Помимо почтовой и торговой функции, дорога являлась еще и дорогой каторжников. Шли круглогодично большими группами и мужчины, и женщины. В 1826 году по тракту прошли в Нерчинские охотники, Дикопристы, Болконский, Трубецкое, Давыдов, Муравьев, Оболенский и Якубович. Важным медицинским учреждением города Екатеринбурга, история которого начинается еще до революции 1917 года, является расположенная в микрорайоне Чапаевский областная психиатрическая больница. В 1914 году по решению Пермского и Губернского земства в выездном Екатеринбурге было начато строительством зауральской психиатрической лечебницей, которая должна была стать крупнейшей больницей губернии. Всего планировалось построить 30 корпусов, общей стоимостью в 1 миллион рублей. Финансирование обеспечилось государственной казной и губернским земством. Под место застройки было отведено 110 землей, окруженной Сусновым гором. С начала строительства ее намечалось по Челябинскому тракту, но затем было выбрано более удобное место по Сибирскому тракту, около дачи Екатеринбургского купца Агапурова, находившегося около пруда на территории современного детского туберкулезного санатория. Торжественная закладка больницы состоялась в понедельник, ой, в 1914 году на 7-м версте Сибирского тракта под Екатеринбургом, около дачи братьев Агапуровых. Только во второй половине 20-х годов по инициативе заведующего зауральским отделом здравоохранения было начато восстановление корпусов недостроенной зауральской психовечебницы и лишь в марте 1928 года состоялось ее открытие. Первоначально в ней не было собственного приемного покоя. В дальнейшем больница стала полностью самостоятельной и в нее стали поступать острые больные. В настоящее время Средловско-областная клиническая психиатрическая больница является самой крупной профильной больницей Средловской области. В состав Средловско-областной клинической психиатрической больницы, помимо основной площадки в микрорайоне Чепаевской, входят 8 филиалов. Сосновый Бор, Детство и Сеть в Бертипошминском районе, Сесед, Полевская психиатрическая больница, Первуральская психиатрическая больница, Северная психиатрическая больница и Южная психиатрическая больница. В структуре Сердловской областной клинической психиатрической больницы работают областной центр судебной и социальной психиатрии, областной центр постных отравлений, областной центр психологической поддержки детей и подростков. Агафуровские дачи, ранее упоминавшиеся, считаются одним из самых известных исторических мест в микрорайоне Чапаевский. Название дачи напрямую связано с фамилией их владельцев торговой династии Агафуровых. Вот это их дача, собственно. Начало торговой династии положил Исамеддин Агафуров, родившийся в 1831 году. Многодетно-крестьянской семье в деревне Малой Элги Лаищевского уезда Казанской губернии. Семья жила натуральным хозяйством и практически прополадой. Пойдя в армию вместо сына помещика и осложить положенное 12 лет, Исамеддин Агафуров вышел в властах ученик-унтер-офицера. Отлично в 1868 году открыл собственное дело. Розничную торговлю мелочным товаром небольшой арендованной лавки на торговой площади города Екатеринбурга. Постепенно в оборот вводились новые предметы. Папиросный бумага, спички, табак, мыло. Это вот тоже семья Агафуровых. Осенью 1883 года Исамеддин Агафуров внезапно умирает. За свою короткую жизнь он успел достичь многого, пройдя путь от нищего христианина до состоятельного человека, купца второй гильди. Но под настоящим и богатым стать не успел. Во всяком случае, за тех постройку большого особняка для своей старшей многочисленной к тому времени семьи, он успел возвести лишь первый этаж. Это здание достроено уже сыновьями и сегодня радует глаз. Здесь размещается постоянное представительство Республики Татарстан Схудовской области. Точно так же и прочно поставленное Исамеддином Агафуровым торговое дело стало лишь первым этажом огромного здания. Но само здание довелось построить уже его сыновьям. Камаледину и Зайнидину, которые в конце 1883 года учредили ставшим впоследствии широко известный торговый дом братья Агафуровы. До 1890 года торговый дом располагал только одним постоянным пунктом в городе Екатеринбурге. И годовой оборот его достигал 150-200 тысяч рублей. Торговля велась в арендованном под универсальный магазин здании на улице Успенской или улице Вайнера. При этом магазин на протяжении многих лет в Бангетвале не самый популярный в городе. Развивая свою деятельность, члены торгового дома, число которых увеличилось со вступлением в достижение совершеннолетия младшего брата Кашахедина, постепенно открывали отделения в городах Северо-Восточной России. Так, в 1890 году было открыто отделение в городе Тюмени, в 1894 на Ирбитской ярмарке и в 1896 году в Перми. Для большего удобства автовых закупок были открыты специальные конторы в Баршаве, в Москве. Для заключения торговых сделок братья выезжали в Польшу, Германию, Швейцарию, Францию, Китай и даже Японию. К моменту наивысшего взлета в 1913 году торговая империя братьев Агархуровых распространяла свою деятельность от Варшавы на Западе до Японии, на Востоке, включая Урал, Сибирь, Среднюю Азию и Северный Китай. Годовой оборот торгового дома превысил 6,5 миллионов рублей. Но Агархуровы, вероятно, не были бы столь популярными и известными, если бы не широко общественная и благотворительная деятельность, которую вели почти все взрослые члены большой семьи. В одном из агархуровских домов располагалась мусульманская молельня, в другом работала библиотека читания и проходили заседания мусульманского благотворительного общества, первым председателем которого был Занедин Агархуров. На его средства содержались медресе и мектебы как в самом Екатеринбурге, так и в уезде. При воде досредственном организационном и финансовом участии были построены мечети в Нижнем Новгороде и Перми. Не оставалась в стороне и супруга Занитина Агархурова, Асима Асадыковна, дочь уральского указаводчика Абдрашитова. Под ее пакетическим существовала специальная мусульманская школа для девочек. В феврале 1917 года Агархуровы встретились с воодушевлением. Благодаря высокому авторитету Занитин Агархуров был даже командирован Петроград для готовки Всероссийского съезда мусульман. Однако очень скоро эйфория буржуазно-демократических лозунгов полностью развеялась. Экономика погружалась в хаос. В Петрограде и Москве власти пришли большевики. Начиналась гражданская война. Екатеринбург оказался во власти большевиков, а с классовыми врагами большевики не церемонились. С приближением к городу Колчаковских войск репрессии против мирного населения усилились. Жизнь богатого известного в городе семейства Агархуров находилась под угрозой. Занитина Агархуров попадает подвал очага в качестве заложника. К счастью, ему удается избежать участия десятков известных в городе людей, ставших заложниками и расстрелянных большевиками по злой иронии судьбы неподалеку от Агархуровских дач. Становилось ясно, что страна, охваченная гражданской войной, уже не сможет стать прежней. Ничего не могло измениться, и в тот короткий период, когда в город вошли белые, все шло к своему законодмерному финалу. В начале июля 1919 года все члены большого семейства Агархуровых, находившиеся на тот момент в Екатеринбурге, спешно покинули город со ступающими колчаковскими войсками. Тут надо отметить, что не только Агархуровы, многие состоятельные граждане со ступающими колчаковскими войсками покинули Урал, в том числе и старо-бряческие династии. В том же законодмерном был и маршрут их исхода. Сначала Сибирь, затем Дальний Восток и короткий период в Японии, где в 1922 году завершились последние дни старшего из братьев Камаледина. Долгая дорога завершилась, наконец, в Китайском Харбине. Здесь, на основе Харбинского магазина Агархуровых, продолжилось существование громкого торгового имени. Ну а как же дачи? Так вот, восток от Екатеринбурга на Сибирском тракте кукциям Агархуровы построили дачу. Тогда городный дом располагался среди высоких сосен на высоком берегу живописного пруда, по берегам которого были высажены тополя и ливы. Когда в 1914 году на 8-м километре Сибирского тракта в 2 километрах от дачу построили психиатрическую лечебницу, то давали привязку рядом с дачей Агархуровых, поскольку других ориентиров еще не было. Больница начала работать после 1920 года. К этому времени кукциям Агархуровы покинули Россию, а на дачной садьбе был организован детский туберкулезный санаторий. Со временем слов рядом стерлась и образовалась устойчивая Катеринбургский табанин Агархуровский дачи, как синоним у психбольницы. Семья Агархуровых осталась в истории благодаря выдающейся коммерческой подпиенчивости, сочетании с человеколюбием и широкой благотворительностью. Сейчас на месте бывших дач Агархуровых остались только фрагменты фундамента, а пород превратился в болотом. В лесу на горе еще можно определить место бывших аллей и увидеть старые тополя и древние сосны. История самого же микрорайона Чапальски начинается с 1930 года, когда была проведена геологическая разведка территории и осуществлен горный отвод под зобычу гранита для нужд города. Уже в 1931 году возник сибирский гранитный карьер, где работали в основном спецпоселенцы. Для них были построены бараки, при которых был клуб, столовая и магазин. Так возник поселок Сибкарьера. Тогда же построили первые землянки для временных рабочих по другую сторону карьера. Так начиналась история поселка Пучокка. Главным предприятием микрорайона Чапальского довоенные и в основном военные годы был деревообрабатывающий кабинет. Док был построен на территории выработок кирпичного завода по Сибирскому тракту в 1932 году. Была открыта лесобиржа, построена лесопильная и деревообрабатывающая цеха, создан гараж, механические мастерские, котельная, работающая на своих отходах, четыре сушильных камеры, конный двор. Лес поступал по железной дороге и возился с станцией лечебной и полным транспортом. Была связь столовая, магазин, обеспечивающий всем необходимым. Баня была оборудована сушильной камерой. Заводу не зря было присвоено звание кабинета. Перед больной он выполнял любые заказы на деревянные изделия для заводов, жилья и учреждения в соцкульт быта. Завод в метрорайоне оказался, как теперь говорят, градообразующим предприятием и полностью взял на себя функции обеспечения водой школы номер 15 и АСИ. С самого основания ДОКа директором стал Антон Павел Мефодьевич, человек с незаурерным природным умом, большими организаторскими способностями и прекрасной души. Эти качества особенно проявились с начала Великой Отечественной войны. Завод в считанные месяцы стал номерным, а на перестрелку отводились не десятилетия и даже не год, не месяц одни. Завод должен был поставлять там для военных заводов, не только Свердловска, но и Нижний Матагилов. И специально для Катюш компрессорного завода. Беда директора была в том, что бронь была обеспечена только директору, главному инженеру и одному ранщику. За июль и август на фронт по призыву и добровольно ушли 82% списочного состава. Это были начальники цехов, руководители отделов, мастера, ведущие станочники, столеры, слесари. На смену нижьям и братьям пришли женщины и подростки. Их нужно было учить профессии, чтобы завод выжил в прислажившейся обстановке. В 1958 году док был реорганизован. Доки Октябрьского, Чкаловского, Кировского и Оржи-Никизовских районов были объединены в один деревообрабатывающий забор. Началось перепрофилирование и стандартизация изделий. Возросшие темпы строительства требовали роста производства деревоизделий. Во время перестройки, к сожалению, док прекратил свою деятельность. После Великой Отечественной войны директором деревообрабатывающего завода Антону Павлову Меходевичу организован на территории завода Красный УКОЛОК, где начала работать библиотека, ставшая проводительницей ныне действующей библиотеки номер 25. Библиотеку разместили в двухэтажном деревенчатом доме. На втором этаже располагались управленческие службы завода, а первый этаж удалил бы распоряжение библиотеки. Очень много читателей было из областной психиатрической больницы, которая находилась напротив библиотеки через Сибирский тракт. Это и врачи, и младший медицинский персонал, и, конечно, работники деревообрабатывающего завода. В 1980-е годы библиотека оказалась под угрозой закрытия. Деревянное здание со временем обещало и перешло в статус аварийного. В микрорайоне Чапаевский свободных площадей, кроме тестующего на тот момент помещения бывшей ковровой мастерской, не было. Началась долгая и трудная история перевода помещения, из одного ведомства в другое. И только после обращения жителей микрорайона к секретарю обкома Ельцину к Борису Николаевичу вопрос о передаче помещения по улице Лагерная 1 под библиотеку был решен положительно. Библиотека переехала в добротное помещение бывшей ковровой мастерской. Переезд полностью лег на плечи сотрудников библиотеки. Помогала областная психиатрическая больница и многие сотрудники, которые жили на территории поселка. Новое расположение библиотеки выгодно отличалось от предыдущего. Библиотека оказалась практически в центре поселка. К тому же читателям не нужно было переходить через Сибирский тракт. И библиотека начала свою деятельность на новом месте. Рядом школа и детский сад номер 267, что способствовало привлечению детей дошкольного возраста. В то время библиотека уже входила в централизованную библиотечную систему города. При библиотеке был создан клуб «Интересная встреча». Жители микрорайона получили вотную же встречу с писателями, поэтами, журналистами и просто с интересными людьми. Вот еще тут архивные фотографии в библиотеке. Помимо психиатрической больницы еще одним известным медицинским и научно-исследовательским учреждением расположенного в микрооргии Чапаевский является Институт инфекции. Институт основан в 1920 году под названием Екатеринбургский химико-бактериологический институт. Одним из основателей института был Перец Леопольд Генрихович. Это было первое научно-исследовательское учреждение медицинского профиля на Урале. В начале своей деятельности институт фактически представлял собой объединенную клинико-диагностическую и санитарно-бактериологическую лабораторию, обслуживающую военные и гражданские медико-санитарные учреждения. Помимо этого институт готовил вакцины против брюшного тифа и холеры, выпускал датарит против поспы, проводил работу по баканализу воды, пищевых продуктов и других проб и объектов внешней среды. В 1924 году была организована малявинная станция, переименованная в 1930 году паразитологический отдел, а в 1925 году Бастеровская станция в последствии также оставшая отделом. В 1928 году был создан эпидемиологический отдел, одной из первых задач которого явилось изучение вспышки неизвестного на Урале заболевания туляремии, зарегистрирования в то время на территории Тобольского округа. Ежегодно, начиная с 1924 года, в различных районах Урала и прилегающих территориях работали с мегалонным институтом манеринные отряды. В 1925-26 годах проводились широкие исследования по большинству, направленные на анализ свойств фиксированного вируса большинства и разработку методов приготовления терапической вакцины. Изучались механизмы приобретенного иммунитета и влияния на вирус внешних факторов, что явилось ценным кладом раздела краевой инфекционной патологии Урала. В результате изучения эпидемиологии ежицелеза также ранее неизвестного в Урале и любые были выявлены в целезных заболеваниях необычных для этой инфекции северных районов и проведена серия исследований по разработке методов ее диагностики, профилактики и лечения. Урал издавна считался одним из наиболее неблагополучных районов нашей страны по натуральному госпе. В связи с этим проводилось изучение местных особенностей эпидемиологии данного заболевания и мер борьбы с ними. В течение ряда лет институт уделял значительное внимание вопросам кишечных инфекций. Одновременно с эпидемиологией изучались бактериология и серология этих заболеваний, а также меры их профилактики. Осваивались новейшие методы типирования микроорганизмов, уделенных во время вспышек кишечных заболеваний. Вследствие значительного расширения объема деятельности эпидемиологии в его составе были организованы специализированные отделения общей эпидемиологии кишечных и детских инфекций, дезинфекционные, брусселезные и другие. В апреле 1938 года в институте организован вирусологический отдел для изучения вирусных нервных инфекций, в частности пищевого энцефалита. В июне этого же года отдел по изготовлению вакцины СБЦЖ, работа которого впервые сделала возможным широкое проведение пропилактики туберкулеза Сверховской области и ряде смертных областей. Великая Отечественная война поставила перед институтом целый ряд новых и неотложных задач. Уже к концу 1941 года организован сывороточный отдел с несколькими подотделами иммунизационным антигенной лабораторией. В июне 1942 года сыпнотифозный отдел, перед которым была поставлена задача осуществить изготовление и организовать выпуск лакцин против этой инфекции. В мае 1943 года создан отдел особо опасных инфекций, а в ноябре лаборатория по изучению полиатогонизма. Эпид отделом института были проведены широкие разносторонние исследования по изучению этиологии токсиковой инфекции. После военных годов разрабатывались вопросы кровоинфекционной каталогии с обращением особого внимания на эпидемиологию и микробиологию дизентерии, микробную изменчивость и значение нормальной микрофлоры для организма. Итогом этих оригинальных исследований явилось создание нового высокоэффективного препарата колибоктерина, автором который является Ляков Геннеркович Перец, и освоение его производства для широкого применения в физической практике. За годы своей деятельности в зависимости от первоочередных задач медицинской науки и здравоохранения институт претерпел ряд реорганизаций. В 1933 году это был институт микробиологии и эпидемиологии в 1955 институт антибиотиков. В 1957 году институт по пропиолактике полиамилитом и наконец с 1960 года НИИ вирусных инфекций. Более 30 лет институт являлся единственным специализированным по вирусологии научным учреждением в России. В функции которого выходила координация научных исследований в других НИИ, эпидемиологического профиля и работа практических вирусологических лабораторий на территории страны. С августа 1989 года в Екатеринбургском научно-исследовательском институте вирусных инфекций был создан Уральский окружной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, координирующий деятельность аналогичных шести территориальных центров Уральского федерального округа, с сентября 2006 года Уральский научно-методический центр по профилактике нутриболижных инфекций. С 2020 года Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций Роспоследнадзора в результате реорганизации присоединенных к федеральному бюджетному учреждению МУКИ государственный научный центр вирусологии биотехнологии вектор Федеральная служба по надзору зверезащиты прав потребителей и благополучия человека. В 1930 году в микрорайоне Щипаевске был создан на листе Уральский лесотехнический институт, ныне носящий название Уральский государственный лесотехнический университет. До создания Уральского лесотехнического института в 1930 году лесотехнические специальности преподавались сначала на инженерной лесном, а затем на химико-металлогическом факультетах Уральского государственного университета, а последствия на лесопромышленном факультете Уральского политехнического института. В числе тех, кто умер значительный класс в создании Уральского лесотехнического института можно назвать следующих лиц. константин Уральского политехнического института. Проработал в Уральском лесотехническом институте до 1933 года. Александр Сергеевич Казанский выпускник физико-математического факультета Московского университета. Преподавал в Уральском государственном университете и Уральском политехническом институте на лесотехнических специальностях. В 1930 году стал одним из основателей Уральского лесотехнического института. Анатолий Аргустович Немгвицкий родился на Урале на территории Живского завода. Выпускник Санкт-Петербургского университета специальность органическая химия. В апреле 1929 начал преподавать на леспромпаке Уральского политехнического института. В 1930 году стал одним из организаторов Уральского лесотехнического института. Занимал должности заместителя директора руководителя отделения по специальности сухая и репутка дерева. В состав Уральского лесотехнического института первоначально вошли четыре отделения включая лесохимическое. Это отделение а в последствии кафедры лесохимии явились средоначальниками современного факультета, ныне института, которому в 2020 году исполнилось 90 лет. Университетом везло на талантливых людей, про которых с уверенностью можно сказать, что они изменили мир. Среди них министр лесной и целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Михаил Иванович Бусыгин, при котором лесная отрасль страны ставила экономические рекорды. Он в 1951 году поступил на заочное отделение Уральского литературного технического института, а на втором курсе перевелся на очное отделение. Это и основатель первого сада лечебных культур. Леонид Иванович Бигеров с февраля 1946 года работал в Уральском литературном техническом институте на кафедре ботаники и дендрологии, ныне кафедра ботаники и защиты леса, где читал лекции и вел практику по физиологии растений, основам земледелия микробиологии. Он являлся основоположником учения о природных биодобавках. Это и Виктор Михайлович Глушков, по сути являющийся отцом русской кабинетики. Он в Уральском литературном техническом институте заведовал кафедрой теоретической механики. За заслуги в научной и учебной работе в Организации труда, быта и отдыха студентов в 1978 году вузу было присвоено почетное звание имени Ленинского комсомолова, а в 1980 году он был награжден Орденом Продового Красного Знамени. В 1993 году в результате проведенной государственной аттестации вуз преобразовали в Уральскую государственную лесотехническую академию, а в 2001 году он получил высокий статус университета. На сегодняшний день Листех является одним из ведущих очень худебных заведений в системе лесотехнического образования России. Единственный вуз лесотехнического профиля в Урало-Сибирском регионе и представляет собой целый микрорайон, хотя по-прежнему его называют студенческим городком. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, учебные корпуса и мастерские, многоэтажные общежития и жилые дома для сотрудников, дворец культуры и спорта, спортивные комплексы, гаражи, автодромы. А также Листехнический университет располагает учебно-опытный лесхозов площадью около 30 тысяч квадратных гектаров, расположенный в поселке Северка. Сейчас Чапаевский микрорайон является территорией, на которой проживает значительное количество молодых семей с детьми младшего и подросткового возраста. Основное предприятие на территории микрорайона – это Сибирский границный карьер. В микрорайоне осуществляет деятельность Совет территории общественного самоуправления микрорайона Чапаевский, стареющий в городе орган территориального общественного самоуправления, организован в 1991 году. Совет ТОС занимается вопросами организации досуга детей и взрослых, привлекает население в проведении работ по благоустройству и зеленению территории, участвовать в решении проблем жителей микрорайона и активно взаимодействовать с администрацией района. На этом я хотел бы завершить свою историю микрорайона Чапаевского. Да, Мастер Павлович, спасибо большое за это. Так, а сейчас... Да, мы хотели бы вам, конечно же, сделать каждому гостю, подарок. Вот такое уникальное издание, да, впервые, вот, в микрорайоне Чапаевский, да, вот такое издание, где от А до Я, на каждую букву, да, рассказано все про нашу историю, стопылицы, люди, люди. Да, пожалуйста. А про название так не сказали, кто за название такое предложил Чапаевский? Оно, скорее всего, было связано с популярностью в 30-х годах имени нажителя Чапаева. То есть, ну, он никогда не был в микрорайоне Чапаевский, то есть, скорее всего, название, что я не сняла. Еще можно вопросик, чисто для 40 тысяч лет живут в поселку Чапаева, это первое то, что Безтехническая Академия относится к поселку Чапаево. Безтехническая Академия относится к поселку Чапаево. Второй конкурс на территорию, на полезная дорога, второй конкурс на территорию. Вот этот главный на фотографии, это по той стороне. А у нас, кстати, начинается территория. Нет, 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 нет. Еще один вопросик. Есть ли какие-нибудь сведения о том, вот, я приехала с 6-летней девочкой в поселку Чапаево и жила именно на Академии, то есть там, где был детский курс на Броре, сейчас его тоже уже нет. Это был форматуре имена, нескольких корпусов. Хочу спросить, значит, всегда в детстве у нас находила такая, может быть, байка, может быть, это Астина, что пруд, но пруда мы сломали дубами. То есть когда мы детстве бегали... Дубовыми досками. Дубовыми досками. Когда мы детстве бегали, он существовал, на самом деле, он был большой, он был чистый, там наделась рыба. Там всегда родители, которые приезжали посещать своих детей, они впали на лод, купались, плавали на лод, какой длины, в общем, вообще все будет шикарно. Ухажение больше природы. Вот. Вот там, где впадает именно кучейк, да, вот это основание, там прямо видно было, да, что оно было, действительно, такими там дубами. Вот пруды это организовано, да, потом добралась эта вода. Потом в Ватикане там такой водопад. Да, потом, ну да, просто как водопад, там все это такое красиво было. Водей сандатры, зимой всегда играют в школу, там сидят, там пруды, в воде, значит, речушечки там что-то кушают, в общем, было все шикарненько. Пока не начали строить руселых жабалитов. На тот момент, значит, все сооружения были построены, естественно, с нарушениями, соответственно, все, просто сооружения фекалий, стали бежать. И наш пруд шикарный, все это заелилось, на сегодняшний день мы встречаем картину, да? Там как-то еще ручьев какой-то бежит. Слава богу, что запахов теперь уже нет. В 70-е там все дарили, вот, садили. В 80-е, ну там 90-е, хотел взяться какой-то кушать. Ну, может быть, то очистить. Я помню, когда я бежала в школу, и зимой это что-то было, испарение, эти вот запахи, то есть старался в этот участок, значит, ну, пятиэтажки, даже в этой дороге просто пролететь так, чтобы не слышать этих ароматов. Ну, а так, естественно, вот тоже интересно, где же все-таки, ну, мы бегали, там интересовались, где же доставки фундамента, потому что на берегу, на самом берегу, стоял постный полк, он был организован в ходе войны, и там именно лечились туберкулезные больные с постными формами, то есть там как резидерация, он такой шикарный, то есть законченный, такие колонны, такая правная лестница, там такое круглое окно, там второй этаж, который с балконом, который выходил на путь в ходе, но он был, вот здесь показан деревянный, да, а там он был каменный, то есть, либо он есть, сейчас там же, в силу того, что сейчас, там пытались, да, вроде как бы хотели, ну, так я послуху, не знаю, сколько достоверно, хотели вообще этот корпус, я слышал, он очень красивый, хотели его взять, историровать, там, прочее, создать, что не так, ну, я даже всегда, раньше думала, если бы здесь каком-нибудь зону, как бы сделать, ну, как бы, в России медь, там, у нас и горки, всякие есть, и блеск, лыжи, там, коньки, я думаю, в труду можно там организовать, залить поток и прочее, но так как это все-таки туберкулезный корпус был, и, да, и когда, видимо, там все пообследовали, сначала люди его ограняли, потом постепенно местные жители начали заниматься вандализмом, ну, и сейчас, я, честно говоря, уже там сто лет не было, я думаю, там все разрушается, и там очень действительно опасное место, а мы, в детстве, конечно, оно, да, там самая музыкальная сладочка, которая сохраняется от пыли 40 лет, будет вам известно, да, и плюс там, где зеркли, люминесцентная марка, которая, конечно, там все эти побитые, там были подвалы, то есть вот в детстве мы там ползали, ну, то есть, людей там, мы брали здесь, ползали, это же понятно, ну, вот, вот такая вот, вот интересно, будто все-таки он был дубовый, пусть там много мужчин, нигде не покупать в источниках, ни в руки, ну, скорее всего, это не самоплотина была, да, самоплотина. Потому что, действительно, территория будут была огромная, просто огромная, и вот эти дубы, вот, не знаю, где тополя, но тополя всегда так свисали, они как-то убили, как-то свисали, все было шикарно, красиво, зимой, это всегда, такая была у нас организованная горка, всегда мальчишки у нас на токе в армане картонки, такие горшины, и мы, значит, в больших картонках, с этой горочкой, так, ух, как на токе катались, может, интересно, красное вспоминание, что ж мы вас раньше-то не встретили, мы бы включили, будет второй том, у Гоголя был же второй том, у нас тоже будет, живых, была у нас информация вконтакте, ну, то есть, ну, когда мы открываем, нет, в парке, точно, нет, 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 размещали, мы с вами не пересекались, и, как вы об этом говорили, и старожилы нашего микрорайона, они приходили ко мне сами, и пытались рассказать эту информацию, я брала, у меня интервью записывала, прямо на фон, потом разбиралась, то есть, желающие были, они приходили, как бы, я не знаю, что если вы хотели, если такую лекцию организовать, то я все как у Алла, даже вот такую, хотя бы даже, где пройдет походе, можно даже, у нас в момент, в балл идет, запись, и мы с вами не знаем, и в фасе, мы учтем, это будущее будет, еще с вами, информация еще больше, у нас были экскурсии, тоже не слышали, ну, экскурсии по нашему, вот вы, наконец-то, ничего не знаете, у нас есть группа вконтакте, мы там все выставляем, у нас есть группа вконтакте, А мы можем у нас поднять 10 тысяч, мы можем всем показать, вот это будет. Корпус, кстати, я посмотрю, у меня у мамы очень много фотографий, это как история уже, допустим, детского дома, хотя, я думаю, это был шахарный детский дом. Давайте мы сейчас с вами официальную часть завершим раздачей нашей книги, а потом у нас будет свободное общение, давайте мы обязательно можем познакомиться, можем каким-то группами организоваться. Общее фото. Очень важный момент, у нас работала художница, она очень-таки замечательная. Пожалуйста, уникальная, уникальная жизнь, да? Вы просто присутствуетесь сегодня на уникальнейшем мероприятии. Да, ни в одном районе города такого нет. Ни в одном районе города такого нет. Ни в одном районе города. Да, это... Вам, я тоже хотела вручить, а выстрелы по сторонам. А тем, кто там уже продавать будем, там уже все, кто уже за дверью, те за деньги. Все, получили осталось. Андрей, они получают их пикотики, но больше не будет, да? Да. Просто потому, что они уникальные получают. Да. Их больше не будет, да. Нет, мы... Нет, это с точки зрения коллекционера. Через 53 года будет раритет уже. Внуки продадут, уедут в Лос-Вегас. Все нормально. Ну вот, смотрите, сейчас информация, мы можем, как бы, какую-то маленькую тираж... Нет, мы не планируем. Это вот малый тираж, и все, мы больше не будем, скорее всего. Угу, угу, угу. Хорошо, да, конечно. Несколько естественных кадров, да. Не как на паспорт, да. Да. Может быть, Александр, нам нужно показать вот так. Не-не, мы сейчас просто все сделаем общую фотографию, но надо с вами. Нет, это... Нет, это... Нет, это... Нет. 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 З再见.